Наши предки всегда любили и почитали певчих птиц, вивших гнезда вблизи их поселения. Однако обычай строить птичье жилище появился всего около 400 лет назад. Всем нам привычный птичий домик, скворечник, стали устанавливать в 17 веке в Западной Европе. В российском государстве, как и многие другие нововведения, скворечники появились в эпоху правления Петра I. Увидев во время своего путешествия по Европе скворечники, он привез эту идею к себе на родину. Сегодня домиками для птиц люди устраивают повсеместно и стар, и млад, причем изготавливают их из самых разных материалов. Известный чувашский скульптор Вячеслав Иткер считает, что лучший домик для пернатых – это то, что придумала сама природа, а человек лишь немного ей помог. Вот такие маленькие избушки, как их называет сам мастер Вячеслав Иткер, украшают многие дворы в Ишлеях, что в Чубаксарском районе республики. Деревянные произведения искусства давно пришлись по душе односельчанам и не только. Повесил у одного заказчика скворечник, буквально через три дня туда заселились весной скворцы. Говорят, первый год они не селятся обычно, они присматриваются или хотят, чтобы это дерево немножко подстарилось, чтобы оно какое-то естество природы приобрело. Идея такого необычного птичьего домика пришла случайно. Друг попросил Вячеслава смастерить к весне скворечник. Скульптор, не откладывая в долгий ящик из деревянной чурки с помощью бензопилы и пары гвоздей, изготовил вот этот дворец. И вот решил вырезать из цельного дупла и сделать скворечник. Ну ему понравилось, потом еще какая-то внутренняя потребность появилась, себе сделал в огород тоже. Вот появились заказчики и вот пошло. А так внутри, естественно, диаметр там где-то 15 сантиметров должно быть. Главное, чтобы диаметр соответствовал. Хочется в дереве использовать максимально естество самой древесины. Сучковатости, пороки, гнили, грибки, все что угодно. Чем дерево естественное, тем оно интереснее, я так считаю. И вот эти конечки с сучками тоже самое. Ну как бы старинные избушки что ли. Вячеслав Иткер считает, что красить в яркие цвета такие домики не нужно. Цвет древесины сам по себе красив, да и птахам нравится больше. Свои скворечники скульптор вырезает из разных пород деревьев. В ход идут липа, клён, береза, ива, дуб. Из деревянных чурок мастер выпиливает не только домики, но и предметы быта, декоративные и скульптурные композиции. Многие работы скульптора можно увидеть в самых разных районах республики. К примеру, вот эта утиная пара в скором времени украсит парк Аликовского района. За 24 года творческой деятельности Вячеслав Иткер с помощью одной лишь бензопилы своими золотыми руками создал тысячи деревянных произведений искусства и останавливаться не собирается. Обещает, то ли ещё будет. Галина Титарчук, Светлана Лекимова, Александр Петров, Республика.